Это место православные верники называются правды животворным. У Хмелевский спасопроображенский монастырь едут паломники из разных краин. Кажут, у этого места отбываются отсюда и дякуючим молитвам тутейшего настоятеля. Слава праеца Серафима, это также великая, как сила его молитвы, говорит приходжане. Батюшка такой, он любвеобильный, сколько любви в нем, как он молится за нас день и ночь. Как я говорю, раздает свое сердечко нам, свою жизнь по частям раздает. Много таких есть случаев, что человек совершенно больной, онкология, теряет всякую надежду. Но приезжая сюда, молясь и прикладываясь к иконе чудотворной Чинстаховской царице Божьей Матери, он исцеляется, врачи поражаются, что куда девалось это все. На яблочный спас тут особливо шматлюдно. В этот день люди идут в храм для молитвы и несут для священия яблоки и иншие дары нового ураджаю. До преображения есть яблоки заборонялась, а на спас – это головная страва у верников, а не только в постном выгляде. У православных зараз хоть и короткий, а не строгий успенский пост. На яблочный спас важные и думки, с якими человек сустракает это великое християнское свято. Это праздник преображения. Нам Господь дает каждый день для того, чтобы мы духовно восходили на гору добродетелей, на духовную гору Фавор. Нам Господь дает каждый Божий день не для греха и для возврата, а для того, чтобы мы делали случай, для того, чтобы мы жили каждый день в духе евангельского учения. В духе евангельского учения, это еще я подчеркиваю, это самое главное, это важно жить в духе евангельского учения. Уже 29-го жюня православные верники сустренут строить ореховый спас.